Вдохновляюсь я вот этой книгой на 139-й странице Владимира Игоревича Арнольда. Этот опыт я не раз демонстрировал студентам на лекции. Когда я был студентом, мне не демонстрировали этот опыт. И когда я прочитал Григорь Нольда, я этот опыт проделал. Мне он очень понравился, и я действительно согласен, что его можно отнести к удивительным явлениям природы. Вот как он здесь говорил вначале, удивительные физические явления. Ну вот сейчас у нас будет модель летающая, и будет несколько летающих моделей, и я буду их вам запускать. Немножко шутливое мое заявление о том, что будет модель летать, но тем не менее. Итак, что же у нас будет летать? Летать у нас будет вот такой параллелепипед. Параллелепипед. Купус, к гуля, кирпич, да? Это не раз параллелепипед, это кирпич. У параллелепипеда три измерения, да? Три параметра. Длина, ширина и высота. Какое движение мы будем изучать? Мы будем изучать вращательное движение. Реализовать вращательное движение проще всего. Использую вот детскую игрушку, которая называется волчок, а научное название, техническое название гироскоп. Значит, это массивный диск, который насажен на ось. Вот я двое пальцами закручиваю этот волчок, и он крутится, не падая. Причем это вращение, это движение является устойчивым. Что значит устойчивым? Какие-то внешние малые воздействия, толчки, сотрясения и так далее, не изменяют, не нарушают вращение этого маятника. Итак, закручиваю, крутится, я могу даже подбрасывать. Он снова возвращается на эту плоскость и продолжает движение. Это движение маятника устойчиво. В механике доказано, что у всякого твердого тела есть три главных оси вращения. Вот здесь у гироскопа мы наблюдаем вращение вокруг его оси симметрии. Вот этот параллелепипед также может быть закручен вокруг трех оси. Это оси, которые проходят через центры противоположных граней. Каждая грань прямоугольник, да, и у каждого прямоугольника есть центр. Вот, можно вот так вот закрутить, вот он крутится. Можно вокруг другого закрутить, тоже будет крутиться. Но вращение вокруг каждой из этих трех осей принципиально различается. Ну вот, у меня нет возможности вот так вот закрутить, да, потому что здесь вот немало скорость вращения. Смотрите, что я буду делать. Итак, вот это вот для ориентира я покрасил на красные цвета. Вот красная грань сверху и запускаю. Так, кто будет ловить? Запускаю. Обратите внимание, что сейчас при вращении вот эта красная грань все время будет сверху. Так, еще повторяю. Вот сейчас другой объект. Вот тоже паралекипед. В верхнем греале я отметил двумя черными точками. Сейчас этот паралекипед полетит. И тоже постоянно две точки будут сверху. И тренинг, что сохраняется ось вращения. Ось вращения сохраняется. Теперь я возьму другой паралекипед и закручу его вокруг другой оси. Сейчас мы его закручивали вокруг какой оси? Вокруг. Тут оси есть, а ребра есть длинная, короткая и средняя. Там мы закручивали его вокруг какого ребра? Длинного. Вокруг длинного? Да. Нет. Вокруг короткого, потому что самая большая грань была сверху. Теперь я закручу этот паралекипед вокруг самой длинной оси. То есть вокруг самого длинного ребра. Вот так вертикально. И тоже закручу. И сейчас он тоже будет вращаясь, двигаясь, сохранять направление оси. Так. А теперь попробуем закрутить паралекипед вокруг средней оси. Значит, вот коробочку, видите, да? Значит, если так, то это вокруг какой оси? Длинная, короткая, средняя? Самая короткая. Если вот так, то самая длинная. А если вот так, то средняя. Так, попробую закрутить этот паралекипед вокруг средней оси. Смотрите, что будет происходить. Так. Еще раз, чтобы провести эксперимент. Вот вокруг средней оси. Сохраняют эти грани положения в пространстве? Нет. Нет. Происходит движение, которое называется увыркание. Увыркание. Почему же происходит... Что мы наблюдаем? Вращение вокруг короткой оси устойчиво. Вращение вокруг длинной оси устойчиво. А вращение вокруг среднее, си неустойчиво. Происходит увыркание. У меня нет возможности во всех тонкостях и деталях объяснить причину столь различного поведения нашего вращающегося паралекипеда. Я ограничусь следующим. Есть такое понятие механики, которое называется монет инерции. Представим себе, что у нас есть те, которые мы хотим открыть. И пусть на этой двери укреплены некоторые массивные дожди. У нас огромная масса. И такая же дверь. Но масса эта укреплена вот здесь. И мы хотим эту дверь открыть, прикладывая силу вот к этой. Трение здесь в оси, то есть в петлях отсутствует. Дверь хорошо смазана, вот она просто закрыта. Скажите, какую дверь легче открыть? Левую или правую? Правую. Вы считаете, что вот эту легче открыть? Легче? Тут. Так. Легче открыть левую дверь? На. На. Укрепленный момент инерции. Вот. Какую теперь легче открыть? Определение. Момент инерции точки относительно оси равен произведению массы этой точки на квадрат расстояния до оси. Значит, момент инерции равен. Давайте я тут здесь поправлю, потому что у меня масса м малая, потому что м большое, если первый из момент инерции. Значит, момент инерции равен произведению массы на расстояние, на квадрат расстояние до оси, вот это вот расстояние F. Так вот он пишет. Это определение бессмысленно для обучающихся до тех пор, пока им не объяснят, что груз, закрепленный на двери неподвижно, неподалеку от петель, почти не влияет и не мешает открывать дверь. В то время, как такой же груз, закрепленный на далеком от петель, репре, делает дверь неповоротливой. Значит, проще открыть вот эту, легче открыть вот эту вот эту, потому что, посмотрите, мы можем прообразить предельный случай. Предельный случай какой? Ведь мы, открывая дверь, совершаем какую-то работу, приводим эту массу в движение. Давайте рассмотрим предельный случай, когда вот эта масса практически находится на оси. тогда она не влияет на то, что, как трудно или как легко открыть эту дверь. Вот эта масса целиком здесь. Можно считать, что ее нет, и тогда мы никакой работы по движению этой массы, по привитению этой массы не совершаем. А здесь же мы совершаем движение. И вот смотрите, опять же, как можно было, если посмотреть на эту картину сверху. Вот дверь, вот масса, вот наша сила. И вторая дверь. Вот дверь, вот наша масса, и вот наша сила. Посмотрите, если мы хотим повернуть дверь на некоторый угол, то вот эта масса должна преодолеть только это состояние. А если мы на этот шоколад хотим открыть зверь, то это масса должна вот какое расстояние преодолеть. Значит, эта дверь здесь работа требуется больше. Значит, здесь эта дверь труднее. Можно я анекдот расскажу? Конечно, ясно. Есть такая замечательная страна, Дашбан, есть такая замечательная страна Индия. Все знают, что Патистан это примерно то же самое, что Индия. Ну, то есть, очень похуже. Другое дело, что они воевались и так далее. Но на самом деле народы очень похожи. И у них жуткое соперничество. Они пытаются доказать, что индийцы лучше Патистана или наоборот Патистан лучше Индии и так далее. И у них вдоль границы есть соревнования военных. Соревнование устроено следующим образом. Вышагивают вот прямо вдоль границы, сверкают глазами, что вот они просто ненавидят того, кто с другой стороны границы абсолютно одинаково одеты, абсолютно одинаково выглядящие индийцы и патистанец. И пытаются друг друга, что называется, победить в следующем строевом шаге. Ну, что такое строевое шаг в России? Более-менее понимаете? Да. Строевой шаг в Индии и в Патистане – это вот что такое. Лучше всего он дается балеринам. Это когда человек идет, делая короткие шаги, но при этом максимально высоко и максимально прямо закидывая ногу. Они достигают чудовищных результатов. То есть представьте себе, идут такие высокие, могучие мужчины, видно, что они тренировались, пускай, годами, и поднимают ногу, извините, выше головы. Вот, такие, вкушаги. Да? Вот. Такой строевой шаг. Ну и кто из них там на сантиметр выше поднял, вот победитель. Но это еще не самое страшное, что на эту тему они придумали. Вторая вещь, которую придумали военные на эту тему – это строевой шаг в Гриллский. Видели, что это такое? Рассказываю. Когда греки воевали с турками, то в какой-то момент греки поняли, что военному хорошо, если у него много ножей. Вот представляете, все ракеты кончились, все гранаты кончились, стрелял, стрелял. И в этот момент до тебя добежали враги, и тут берешь ножики и начинаешь в них кидать ножики. Замечательно. Ну хорошо. То есть надо на одежду нашить много-много ножей. Отлично. Раскидал ты все эти ножи. А надо еще. И греки поняли. Военный должен носить ножи на обуви. А именно. Представьте себе, там, где у нормального человека носок ничего кроме этого. То есть на самый конец, там, где пальцы, сверху нашивается огромный такой шерстяной клубок. И в этот клубок, и в этот клубок запихиваются ножи. В большом количестве. В результате получается тяжеленная обувь. На самом конце носка много... Нет, подошва не из железа как раз. Подошва нормальная. Клубок из ножей. Причем внешне не видно. Внешне вроде бы такая шерстяная какая-то штука, но она вся из железных ножей. А теперь, как устроен строевой шаг в Греции. Надо медленно поднимать ногу на максимальную высоту. Потом ставить ногу, потом опять медленно поднимать другую и так далее. Ребята, если кто-нибудь из вас придет домой, возьмет гирю, привяжет ее к ноге и попытается так поднимать, то вы обнаружите, что это жутко тяжелая штука. Поэтому туристы в Афинах всегда смотрят, ну как на чудо света, на вот этих вот военных, которые есть такой гирики. Извините. Наглядная демонстрация, что момент инерции вот зависит от расстояния. От расстояния. И вот почему фигуристы сначала раскручиваются вот так вот, а потом руки подтягивают к туловищу, и после этого начинают крутиться еще быстрее или медленнее? Еще быстрее. Еще быстрее.